Здарова, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в Даркест Вилл Кассел. Братка, потише давай. Давайте осматриваться. Надгробие Тима. Покажи-ка. Дядюшка Тим, ты был прекрасным человеком. На твоём примере мы узнали, что не стоит смешивать поедино приверженность простым маленьким радостям и ручные гранаты. Как это мило. Надгробие тройняшек Бенсонов. Здесь покоится один из тройняшек Бенсонов. Тебя будут помнить за изумительное сходство с братьями. И не только за внешность, но и за беззаботное обращение со взрывчаткой. Одинаковые все. Чьё-то надгробие. Давайте посмотрим. Мы никогда не забудем о тебе, Дилда, что вечно кашлял в трактире. Хороший был мужик. Надгробие Чарльза. Чарльз, ты всегда говорил нам, несмотря ни на что, следуйте за своей мечтой. Жаль, что ты мечтал остановить грузовой поезд на полной скорости своим подбородком. Нам будет тебя не хватать. Надгробие Гонзо Смита. Запомните меня таким, каков я был. Великим и вовсе не лысым. Гонзо Смит. Доктор, юрист, путешественник, добрый муж, драконоборец и король западных земель. Без тебя группа поддержки неисправимых лжецов никогда уже не будет прежней. А еще, наверное, мистер Пельменная. Куча костей. Это куча костей с двумя милыми черепками наверху. Ка-ва-и! Возьмешь? Братишка, тихонько. Он не подпустит нас. Странный коротышка. Похоже, он упражняется. А ты сильный пацан, да? Ударить? Глупо затевать бой с тем, у кого есть копье. Если только у тебя нет пушки. А вот ты слабожопина. Еще демон называется. Поговорим. Привет. Кто идет? А, это ты. Дэн Типпетт, верно? Да, да. Ты совершенно прав. Я это он. Вернее, это я, Дэн. А ты у нас? Я Мангуст Ромеро. Быстрейший из братьев Ромеро. Братка, какой у тебя голос неподходящий. Как ты узнал меня? Ведь я точно Дэн Типпетт. Ну, ты же сказал нам, что наденешь броскую шляпу. Ах, да, точно, моя шляпа. Как по мне, тебя было бы проще узнать, знаем, что ты постоянно носишь странную маску с улыбкой. А, кстати, почему ты носишь эту маску? А, да, маску. Это потому, что я очень застенчивый. Не могу без маски говорить с незнакомцами. У меня проблемы с психикой. Проблемы с психикой, ну, разумеется. Это объясняет оплату Алансу. Стесняши? Что ты делаешь посреди ночи на кладбище? Я? Упражняюсь, конечно. Нужно всегда быть готовым к бою. Никогда не знаешь, вдруг придется сразиться с призраком, демоном или того хуже. Вдруг это будет Великий Пирогораптор. Великий Пирогораптор? Где? О, так ты никогда о нем не слышал? Великий Пирогораптор. Безумный фиолетовый Велоцераптор, который бросается яблочными пирогами в ничего не подозревающих прохожих. Звучит не слишком угрожающе. Ха, это ты сейчас так говоришь. Но если однажды ночью ты в одиночестве будешь идти по темной аллее и заметишь, как к тебе бежит темный силуэт ящера, а мерзкая вонь яблочного пирога отравляет воздух вокруг, не плачь мне потом в жилетку. Но я понимаю тебя. Однажды я был таким же, как ты, беззаботным мальчишкой, не верившим в Великого Пирогораптора. До той самой печальной ночи. Я помню ее, будто все было вчера. Я шел на танцы в своем новеньком белом костюме. Когда я увидел его, было уже поздно. По мне уже стекали три яблочных пирога. Я пробовал вывести пятна. И так, и эдак, но ничто не помогло. Ничто. Но однажды, однажды я отомщу. О, сладкая, сладкая месть. Как скажешь, малец, только успокойся. Братка, какая-то грустная история. Насчет демона, которого я вам заказал. Где он? А, этот. В нашем сундуке демонов. Но не переживай, он не потревожит тебя снова. Сундук заперт на три замка. А ключи мы разделили между собой. Так что его не открыть без нашего общего согласия. Значит, наша рыбка там. Это прекрасно. Конечная цель известна. Не знаешь, где остальные члены твоей команды? Морж, наверное, пьет в трактире. А у Лисы была назначена встреча с мэром Даркиствиля. Видимо, она выправляет какие-то документы. Потом пойдем в таверну. Твои друзья сказали, что ты можешь одолжить мне свой ключ к сундуку. Должно быть, это какое-то недопонимание. Нам нельзя никому отдавать свои ключи. Я точно уверен, что они... Недопонимание. Ладно. Погоди. Это воздушный шарик? Я только заметил это. Ха-ха-ха. Какой он няшный. Можно его развести. А ну-ка. Эй, смотри. Это же великий пирогораптор. Где? Где? Он прячется в склепе. Я его только что видел. Наконец-то. Ты загнан в угол, мерзкий пирогоносец. Погоди. Погоди-ка. Я уже через такое проходил. Это наверняка Морж тебя подбил разыграть меня, чтобы потом посмеяться над моим разочарованием. Снова я на это не куплюсь. Но я его только что видел. Правда? А у тебя есть фото отпечатки лапы или кусок пирога? Хоть какая-нибудь улика? Вообще-то нет. Тогда передай Моржу, что я на его уловку не поддамся. Отпечатки, фото и пирог. Будем искать. У меня есть другие дела. Доброй ночи. И будь начеку. Можно Косте? Может, стоит взять косточку, но черепа трогать не стану. Вдруг укусит. Хорош. Грязная лужа. У меня есть дела поважнее. Некогда мне стоять и пялиться на грязь. Хотя это почему-то расслабляет. Не думаю, что стоит совать грязь в карманы. Я уже так делал, и ощущения мне совсем не понравились. Да ладно тебе. Это кладбищенский склеп. Внутри слишком темно, а ступени очень высокие. Ужасное сочетание. Или прекрасное сочетание, если вы собираетесь сбросить кого-нибудь с лестницы. Например, его, да? Хорошая подсказка. Главное, добрая. Что-то еще было здесь. Во, деревянный бортик. Многие спотыкались о корень внизу и катились по лестнице склепа. Поэтому директор кладбища решил установить этот деревянный бортик. Многие все еще падают с лестницы склепа. Но только в те дни, когда я натираю бортик воском. Ага. Его не сдвинуть. Слишком уж хорошо прибит. Но чем-то нужно смазать. Пока это место мы оставляем. Но все более-менее понятно. На карту. Центр города. И городская аллея. А вот и пивнушка. Двинули. Ух ты. А только в пивнушку и можно? Подожди. Мусорный бак. Кажется, я провожу слишком уж много времени, рассматривая мусор. Давай, поройся. Здесь нет ничего полезного. В этом и смысл мусора. Цветок. Неактивен. Темное лисище. В той части леса полным-полно ядовитых насекомых, чумных крыс, странных ящериц, юристов и прочих жутких диких тварей. Поискать? Я не хочу заходить в лес. Там опасно. Тогда в таверну. Бернард. Какой-то поехавший. А вот и ты, здоровяк. Покажи. Это мишень для дротиков. Ей уже тысячу лет не пользовались. Полапаем. Дротики крепко-накрепко приделаны к мишени. Их не вынуть. Неудивительно, что в них давно никто не играл. Еще мусорный бак. Это мусорный бак. Тут полно мусора. Давай, окунайся. Я знаю. Одному мусор, другому сокровище. Но в этот раз все совсем не так. Ну как же так? Шахматная доска. Шахматы мне неинтересны с тех самых пор, как я узнал, что приказывать своим фигурам стрелять в противника лазером против правил. Давай им поможем? Спору нет. Перевернуть стол было бы жутко прикольно. Но с другой стороны, Джованни меня наверняка побьет, если я устрою бардак в его трактире. Так что я пас. Какой мужик? Джованни. И снова это мышь. Или не мышь? Жерар. Жерар, заклятый враг Бернарда. Они закатывали друг с другом невероятно эпические шахматные партии, еще когда я был совсем мелким. Поговорим? Привет. Меня за... Чшш. Заткнись. Мы играем. Где же уважение? Бернарда. Говорят, Бернард с Жераром враждуют с самого детства. Прямо как мы с Дэном Типпетом. Конечно, я куда красивее, а Дэн куда тупее. Как же ты себя хвалишь? Поговорим? Я бы хотел... Чшшшш. Я думаю. Я думаю, чтобы выпить. Хорошо, братишка. Не буду вам мешать. Играйте на здоровье. Вывеска с меню. Тут написано. Все блюда нашего меню по одной цене. Карамелизованная утка с беконом. Бекон с карамелизованной уткой. Утка с карамелизованным беконом. Карамелизованная утка и бекон с щепоткой перца. А если вы готовы пойти против своей природы, не забудьте попробовать блюда для вегетарианцев. Обязательно? Какой меч? Как будто ковбойский паб. Орешки. Этот фокус стар как мир. Посетителям трактира предлагают бесплатный соленый арахис, чтобы им еще сильнее захотелось пить. Классика жанра. Элегантная и злобная. А, и еще осложнение у людей с высоким давлением. Обожаю этот маркетинговый прием. Возьмем? Думаю, трактирщик не будет возражать, если я возьму парочку. Нихера себе парочка. Хе-хе-хе-хе-хе. Джованни. Это трактирщик Джованни. С ним шутки плохи. Не только потому, что он владелец таверны и, следовательно, единственный поставщик разных субстанций. Но еще и потому, что если он разозлится, то может мне все кости переломать. Поверьте мне на слово. Такое уже случалось. Дважды. Да ты вроде бы целенький. Давайте поговорим. Привет. Привет. Привет, Буфет. Рассказывай. Ну, как идут дела? Не очень. Спасибо должникам и демонам вроде тебя. Эй, я за все заплачу. Но спасибо тебе. Так приятно, что ты мне не доверяешь. Ты еще и в долгах. Сколько я тебе задолжал? Две серебряных монеты за пинту пива. Двести золотых за шесть бочек этанола. И не волнуйся насчет спичек. Они были за счет заведения. Ты принимаешь злокредитки? Ты ведь знаешь, Сид. Оплата только наличкой. У меня при себе нет денег. Ты больше ничего не получишь здесь в кредит, пока не заплатишь. И тебе же будет лучше, если сделаешь это поскорее. Ой-ой-ой. Я бы хотел сделать заказ. Послушай-ка. Хочешь что-то заказать? Сперва верни долг. И лучше поторопись. Ладушки. Можешь рассказать что-нибудь о том незнакомце? Ты мою политику знаешь. Я сплетничать не люблю и не задаю вопросов. Если ты платишь, мне все равно кто ты и чем занимаешься. Ладно, пойдем подышим. Лучше пойду-ка подышу снаружи. До скорого. Давай, удачи. Ну и здоровяк. Выглядит он пугающе. Давай раз на раз. Не стоит. Что если он меня в ответ двинет? Да подумаешь. Ладно, поговорим. Привет. Так вы один из братьев Ромеро. Да, меня зовут Морш. Я в нашем отряде силач. А вы Дэн Типпот, верно? Было приятно работать с вами, сэр. Заказчики в наши дни редко присылают оплату авансом по почте. Пожалуйста. Как вы узнали меня? Ведь я самый что ни на есть Дэн Типпот. Было несложно догадаться. В письме вы сказали, что будете ждать нас возле замка, чтобы помочь захватить цель. Между нами говоря, думаю, засовывать того демона в аквариум было лишним. Это слишком упростило нам задачу. Это просто рыба. Вы что, поехавшие? Где тот демон, которого вы недавно изловили? Всех пойманных демонов мы забираем в нашем сундуке демонов. Там они оказываются навеки заточены в каком-то потустороннем измерении. Или вроде того. Я не очень хорошо разбираюсь в технических деталях. Но не волнуйтесь, ему не сбежать. А что если какой-нибудь сверхгениальный и симпатичный друг, оставшийся на свободе, попробует его вызволить? О, не волнуйтесь. Наша сестра-лиса об этом позаботилась. Для того, чтобы открыть сундук, нужны три ключа. По одному у каждого из нас. Так что невозможно открыть сундук демонов без нашего разрешения. Если только... Если только... Если только, разумеется, кто-нибудь не украдет все наши ключи. Но ведь мы лучшие охотники на демонов. Так что никто не осмелился бы на подобное. Если только... Если только... Если только он не какой-нибудь безмозглый придурок, не отдающий себе никакого отчета в последствиях своих действий. Но ведь нам и об этом волноваться не приходится. Ведь если такой придурок и найдется, мы легко его сокрушим. Да уж. Вам не приходится об этом волноваться? Не переживайте, мы все заберем. Как бы мне хотелось взглянуть на ваш таинственный ключ. Простите, но я достану его только, если остальные решат открыть сундук. Ах ты, хитрая жопа. Наверное, здорово быть охотником на демонов, да? О, да. Столько новых знакомств. Да еще упражняешься, сражаешься со злом, путешествуешь и пробуешь новую выпивку. Просто здорово! Ха-ха! А где остальные члены команды? Точно не знаю. Лиса, наверное, разговаривает с мэром. А мангуст упражняется где-нибудь? Этот шкет не знает покоя. Походу все. До свидания. У меня есть другие дела. Было приятно поболтать с вами, сэр. До свидули. Странное растение. Это растение выглядит так, будто оно сделано из резины. Давай потрогаем. Упано. Я ничего не смогу отрезать голыми руками. Оно как будто сделано из резины. Но, честно говоря, если бы и мог, я бы не стал носить его с собой. Оно странно пахнет. Какой-то паренек. Стоит у бара слепой парень с недоделанным кубинским мохито. Звучит как начало плохого анекдота. Привет! Да идет. Позвольте представиться. Меня зовут Сид. Я добропорядочный житель Даркествиля. Приятно познакомиться, сэр. Я Мартин Хокай, из Вест Спринга. Значит, вы местные, верно? Да. Тогда я вас поздравляю. Даркествиль – чудесное местечко. Правда? О, да. Воздух очень свежий, а климат просто потрясающий. Пожалуй, вы правы. Раз уж зашла речь, нужно продолжить разработку погодной машины. Чем занимаетесь в Даркествиле? Приехал изучать природные чудеса этого дивного городка. И я в отпуске. Турист в Даркествиле? Это что-то новенькое. У нас тут немного развлечений, знаете ли. Какая разница? Пока люди дружелюбны, а напитки дешевы, я доволен. Знаете, что лучше всего для слепого туриста? Не нужно волноваться о виде из окна номера. Я никогда не задумывался о плюсах слепоты. Себе на заметку. Вернуть зрение малышу Тимати. Вижу, вы не притронулись к своему коктейлю. Да, этот махи-то не очень. Мята, что в него положили? Она такая старая, почти безвкусная. Если не будете пить, можно я его заберу? Не, я его выпью постепенно. К тому же, даже если напиток так себе с ним в руке, я все равно выгляжу круче, правда ведь? Нет, но вы все равно слишком слепы, чтобы это заметить. Хе-хе-хе. А вы меня подловили. Можно мне ваш напиток? Нет. Что вы делаете на улице в такое время ночи? Вышел из трактира подышать свежим воздухом. А почему вы спрашиваете? Разве на улицах Даркествили опасно? Нет, не то чтобы. К сожалению, гигантских цыплят-мутантов тут больше нет. Но, возможно, на следующей неделе улицы снова станут опасны. Поставка крылатых тигров уже в пути. Спасибо, что сказали. Ты смотри, все знает. Где вы остановились? Мне сдали номер в трактире. Но ведь в трактире нет номеров. По правде сказать, в Даркествили вообще нет гостиниц. Может, это какая-то новая... Там очень маленькая комнатка, зато, по крайней мере, чистая. Вы проходили мимо кухни трактира? Да. Значит, вас поселили в чулане для швабр. Так вот откуда запах хлорки. Но я не жалуюсь. Жилье дешевое, да еще и завтрак включен в стоимость. Перфекто. У меня еще куча дел. Увидимся. Давай пока. Городская аллея. Руфу. Это собака? Это сторожевой пес Руфу. Он как будто спит, но стоит незнакомцу пройти мимо его конуры, как он сразу нападает. К сожалению, я для него незнакомец. Почему это? Конура. Здесь живет Руфу. Горожане построили ему конуру из обломков, выкинутых мной изобретений. Вот свиноты. Я не могу подвинуть домик Руфу. Братка, ну качайся. В чем проблема? Бочка. В бочке лежит запутанный канат. Возьмем. Он слишком запутанный и тяжелый, чтобы брать его с собой. Дверца конуры. Я почти уверен, что эта дверца была частью моего устройства для создания неопределенности. Я его выбросил, потому что все время сомневался, работает ли устройство или нет. Закрыть. Я не могу дотянуться до ручки. Слишком высоко. А если пройти? Хорошо, тихо. Тот чертов пес охраняет округу. Стоит пройти мимо его конуры, он меня укусит. Ни хера себе. Или застрелит. Это уже интересно. Ручка есть. У нас же есть трость. Хорош. Хороший пёся, хороший. Каждый сам за себя. А вот закрыть нечем. Железный пруд. Престо. Тютелька в тютельку. Хорош. Ха, выкуси собака. Сладок вкус победы. Кстати, раз уж мы об этом, зачем я вообще сюда пришёл? Такой был знатный пруд. Пока на этом всё. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова